Мы идем эстафетой. Если я буду каждый раз подходить к другому объекту, не будет вот этой последовательности и не будет понятия. Это будет как фотография. А вот тут у нас в динамике. Мы 9 апреля прошлого года, здесь был первый семинар. Так, надо глушить телефон. Я занят. 9 апреля мы были здесь. Вам тоже было ключито. Вот этот саженец, который был посажен на семинаре в октябре 2015 года, он имел вот такой прирост. Вот такой прирост. Было раз, два, три, четыре, пять побегов. Тогда мы сказали, что это будущий лидер. А эти прищепили. Прищепили здесь, прищепили здесь, прищепили здесь, прищепили здесь. Что произошло? Произошло то, о чем я вам говорил. Эти конкуренты тормознулись в развитии. А лидер пошел вверх. Вот так вырастает саженец, если нормально с ним обращаться. Значит, и не удалять лишние побеги, а прищепили. Вот смотрите сюда. Лунка. Лунка сделана так, чтобы перехватить воду, когда идет дождь. Вот смотрите, дождь был настолько сильным, что даже эта лунка прорвалась. Но представьте себе, сколько воды впиталось здесь. Вот то, что мы говорим, что лунка такой формы. Здесь было 25 сантиметров навоза. Он перегнил, немножко заилился водой, но он работает. И результат, видите, это дерево. На этом дереве мы в этом году на семинарах будем иметь орехи. Мы на второй год будем кушать сюда орехи. Что я делаю первый год на, скажем, на дереве посадки прошлого года? Вот мои действия. Я, во-первых, это делается в марте или апреле, когда растение активно. Я удаляю, я уже сейчас их удаляю. Посмотрите внимательно и поймете. Объяснять дальше бесполезно. Значит, здесь были побеги, которые в прошлом году отработали на лидера. Сейчас они не нужны. Мы их удаляем. Удаляем сейчас, не в декабре. Вот удалили. Вот мы удалили их на кольцо. То, что я вам показывал, пенечки такие. Нельзя резать глубоко и нельзя оставлять пенек. Если оставите пенек, прошлогодний пенек старый, видите, мы его тоже должны удалить. Где-то день, два, три будет идти сок. После этого придут женщины с кисточкой. И вот этим составом гудрон-лепин они все смажут. Здесь я ничего не трогаю. В таком состоянии, значит, дерево пошло на второй год жизни. В этом году ничего не трогаете? Да, вот. А мы сейчас будем смотреть на остальные деревья, которые они по другому возрасту. Кто будет болеть? Олег. Вы его спросите. А он вам покажет, как он будет развиваться. Это будет ответом. Вот здесь примерно такая же самая картина. Это дерево росло немножко по-другому. Оно тоже было, видите, укорочено. Мы его удаляем на кольцо. Дальше здесь. Нет, мы его прищипали, прищипнули. Так ничего прищипнуть было, наверное? Так нет, оно было прищипнуто. Да, конечно. Все деревья посажены в 2015 году. Да. Вот смотрите внимательно. Если я режу таким пеньком, вот таким пеньком, оно не заживет. На кольцо. Я должен резать на кольцо. Вот так. Вот так. Это дерево остается, как оно есть. Его не укорачивает. Оно осталось так. Вот таким образом. А что мне делать? Я посадил в прошлом году, чтобы вот это вы будете делать своим садом. Это вообще более. Это матчный черенковый сад? Да, да. Но он посажен так, чтобы, скажем, вот эти деревья, которые, видите, большие, они остаются, они будут развиваться, как базовые деревья потом. А вот эти вы будете потом убирать или переставить? Нет, они будут, я буду готовить черенки на них. Ага. Значит, для готовки серенков. Да. На определенное... Так, вот, обратите внимание, вот это вот называется вилка. Вот, есть съемка, вот, видите, отходит побег под углом где-то 30 градусов. Это вилка, вот она. Трофим, проходи вот в сторону, чтобы вилку было. Это не конкурент, это вилка. Вот, видишь, если мы ее не уберем, нам в дальнейшем дерево расколется. Мы его убираем. Эти побеги мы тоже. Да, вот 40 градусов, это где-то чуть даже больше. Понятно, это для того, чтобы потоксилки, целый питатель центральный проводить. Да. Период. Дай вопрос прямо здесь, смотрите, сейчас в сад приедешь, надо просом, да, это опушилось, или надо покрасить? Покрасите. Покрасить? Да. А потом купорос. Без разницы. Ну, пройдет все равно через краску, да? А? Купорос через краску пройдет все равно, да? Значит, краска имеет компоненты, которые не хуже купороса. Так, вот это дерево, которое, оно уже двухлетнее, на третий год. Я вас прошу напрячься. Вот эти деревья будут на будущий год вот такими. Как мы обрезаем это дерево? Это дерево посажено в 2004-2004? Да, да. Так, один момент. Значит, мы здесь должны себе отдать отчет, в первую очередь, этот сад будет выращиваться для механизированной уборки или для ручной? Если разговор идет о механизированной уборке, мы должны эти побеги удалить. У меня здесь, я не планировал мехуборку, поэтому я закладывал побеги, скажем, уже, скажем, на 60-70 сантиметров. Если я хочу убирать механизированную, я должен их убрать в этом году и оставлять, и уже думать, как подниматься наверх. Я сейчас буду формировать, скажем, ну, может, какое-то подобие первого яруса. Вот эту ветвь я могу оставить. Остальные ветви я должен убирать. Эта ветвь, видите, она имеет острый угол, я ее убираю. Она тем более травмирована. Видите? Значит, это... Так, эта ветвь идет в междуряде, и там будет трактор проходить, ее будет калечить. Мы ее тоже удаляем. Более плоскую здесь, правда? Значит, ну, как плоскую, она обычная. Ну, вот у нас есть три ветви. На, скажем, эта ветвь, может, уже посмотрим... Да, она не является вилкой, мы оставляем, а эта мы удаляем. Эти, они, значит, не являются нормальными побегами. Вот так. Нормальный побег будет из этой почки развиваться. Вот у нас есть начало первого яруса. Три ветви в одну сторону, и одна ветвь в другую. Четыре ветви. Значит, да, на продолжение первого яруса. Потому что в первом ярусе есть... Не обязательно, чтобы они были сильными? Нет, это продолжение первого яруса. Совершенно верно. Так, вот оно смотрится сейчас уродливо, смотрится страшновато. Но потом в процессе роста оно, ветви, идут в сторону пустого места, отклоняются. И они, значит, просто вы должны понять. Вот у нас, пожалуйста, вот три ветви есть, и это четвертая ветвь. Она, ну, больше. Ну, потому что здесь, скажем, не было. Не страшно. Вот сейчас мы, например, следующий ярус будем закладывать. Уже побег, скажем, пойдет в эту сторону, в эту сторону. Побег пойдет в эту сторону. В эти пустые места. Значит, вот в это, в это, в это, в это. Владимир Федорович, а если пойдет побег, скажем, вот четвертая ветвь, если побег пойдет где-то, новый, отсюда, можно пустить? А зачем уже есть это? Значит, если он пойдет удобно и хорошо, вы приходите на будущий год, и можете оставить этот побег. Где вам удобно это удалить? Это неплохо, что этот ярус будет разреженный, если будет. Это неплохо. Пусть она ветка одна будет здесь. Значит, я вам говорил, что когда учают пять или шесть ученых по поводу одного дерева, они дерутся. Значит, конечно, можно, он будет разрежен, но если мы будем закладывать между ветвями 7 сантиметров, у нас второй ярус будет на высоте 5 метров. Он правильно сказал. Если здесь пойдет какой-то побег нормальный уже, если мы можем просто это поменять. А если нет, останется этот. Есть? Да, да. Я осень, когда пахал трактор, у меня четыре дерева центральные сломало. Осталось только сюда и сюда. Есть толк, или надо выкрутить? Срезать вот так вот. Пойдут мощные побеги. Сделать прищипку. И у вас до осени будет 3,5 метра побег. Не важно. А саму длину вот этих ветвей сколько она ограничится? Вы ее не трогаете? Никогда не трогаете. А если она там 3 метра, все равно ее... Да 3 метра не будет. В этом году здесь будет 4-5 побегов. Вы те побеги, которые идут внутрь. Сейчас мы пойдем к трехлетнему дереву. Еще вопрос. Скажите, пожалуйста. А для того, чтобы сформировать второй, третий ярус, неудобные почки можно? А мы говорили с вами, что когда вот начнут эти расти, вы эти будете оставлять, а здесь будете прищипывать. А просто прищипывать. Не удалять почки. Пускай развивается аппарат листовой, и пускай он работает на этих лидерах. Николай Ильич, а я то, что мы не обрезаем? Нет. Пока так. Сейчас мы будем видеть, как она работает. Это уже дерево четвертого года. Значит, что я хочу вам сказать. Так, ножовку я отдал. Сейчас отдам еще секатор. Нет, держи секатор. Давайте. Так, значит, дерево растет не так, как на картинке. Оно растет, как оно хочет. Потом разные бывают моменты, кто-то пошел, почку сбил, и там, где должен быть нужный побег, значит, его нету. А в другом месте, где не надо, он образовался. Вот что я сейчас буду делать. Здесь. Так, вот тут вот мы к дереву подошли. Мы не собираемся его критиковать или обсуждать. Значит, оно есть какое-то такое, как есть. Вот я сейчас подошел, я с ним. Вот эта ветка была обломана трактором. Значит, я его удаляю. Потому что здесь нечего, некуда деваться. Вот так. Так. Так поломало. Ну, не удалили, она поросла, да и все. Если бы я был, может быть, я удалил. А тут были люди, они бы боялись удалить. Значит, мы идем по кругу, смотрим наверх. Вот так мы идем вокруг дерева. Значит, центр дерева уклонился сюда. По разным причинам. Значит, этот ветвь, который идет сюда, уводит дерево, мы ее удаляем. Так. Дальше. Рядом с проводником, лидером, были вот эти три ветви. Они конкурируют. Они его давят. Мы его тоже удаляем. Так, один момент. Вот так вот. Значит, вот уже отсюда мы формируем второй ярус. Мы будем формировать второй ярус. Эта ветвь на месте, тут пустое место. Эта ветвь. Тут есть, видите, есть ветвь. Она одна над другой, она не нужна. Она реально идет. Да, она идет. Так, мы ее убрали. Эта ветвь. Тоже, она под этой ветвь. Мы ее тоже убираем. Без проблем. Идем дальше. А эту вы не переводите на боковую. Не спешите. Спешка врага удовольствия. Вот эта вилка. Видите? Вот она вилка. Значит, здесь мы должны обязательно убрать вторую, потому что в дальнейшем они расшикнутся. Так. Этот побег нормально, этот побег нормально. Там для него место есть. Вы должны просто видеть, как будет развиваться дерево. Здесь. Здесь у нас пустое место. Но, скажем, вот этот побег, он идет слишком близко к проводнику. Мы его удаляем. А та ветвь будет, вот скажем. У нас разговор идет о первом ярусе. Одна, вторая, треть, четвертая ветвь. Как раз под 90 градусов. Примерно так. Значит, что вот здесь у нас. Вет, который идет вниз, уводите же, мы его удаляем. Здесь мы можем посмотреть. Значит, можно приподнять, а если здесь место, можно перевести таким образом. Это называется перевод. Здесь уже, видите, заложен урожай очень мощный. И она в прошлом году, видите, плодоносила. Она будет плодоносить и в дальнейшем. Он имел три года тогда. Это сейчас четвертый год, да? Вот этот побег, видите, он идет внутрь крона. Если мы сейчас его легко не удалим, значит, потом мы будем здесь иметь дело с ножовкой. Вот здесь, видите, этот побег идет вниз. Он идет неправильно. Он, да, он и поврежденный, и он трактор заебал. Мы его удаляем. Этот идет вниз. Понятно всем? Здесь эти побеги идут нормально, мы их оставляем. Значит, здесь дерево, вот то, что мы могли сделать на текущий момент, мы ему сделали. Вот этот побег, тот идет нормально, этот побег можно удалить. И стало красивым деревом. Там очень правильно. Там у нас вилка, и там мы должны вилку убрать. Может быть и так. Вот, видите, там вилка. Эту вилку я удаляю. Все, что можно было здесь делать, это дерево на будущий год вы не узнаете, оно будет красавцем. Пойдем еще к одному дереву. Нет, это уже плодовые почки. Там уже будут плоды. Будет урожай, и уже дерево будет придерживаться. За мной. Потому что если садить как положено, они растут феноменально. Вот многие там. Ну как же вы мафос ставите там в яму, они же убьют корни. Вот видите, как оно убивается. Эти деревья все уже, эта система работает у меня уже 20 лет. И видите, как растут эти деревья. Что я делаю здесь? Эти ветви были прищипаны. Видите? Они все поработали на этого лидера. Он вырос отлично. Мы их сейчас удаляем. Если тем более, что листья на нужном месте. Вы обратите внимание. Мне уже три вопроса задали. А верхушку не режете? Там верхушку не резали. Вот там тоже не резали, видите? Там тоже не резали. Там тоже не резали. Но она прекрасно ветвится. Когда мы начинаем резать верхушку, тогда начинаются совсем другие процессы. Так оно дерево развивается, как оно должно развиваться, согласно собственному сорту. Что мы делаем здесь? Это мы удаляем. Эти ветви нехорошие для закладки яруса. Хотя он уже по высоте подходит. Мы их удаляем. Нет, не слабые. Эта ветвь образовалась в прошлом году. Она здесь не имеет диафрагмы. Ее надо удалить. Это перетяжка между этим побегом и стволом. Вот здесь, например, если мы это срезали, вот там есть диафрагма. А здесь труба. И из таких ветвей, скелетной ветви, не получается. Ни в коем случае никогда не оставлять, да? Вот это не надо оставлять. Все. Если сейчас бы меня увидел ученый мир, он бы плевался. Как это так? Вот надо отрезать, будут побеги там, да. Вот эти деревья были такими. Потому что я, да. Идем работы. Я по каждой ветви буду вам объяснять, почему я режу. И потом вы на это дерево посмотрите. Она посажена. Это дерево пятого года. В 2012-м, да? Побрезали, конечно, подрезали. Ей пять лет, да? Это пятый год. Пятый год. Так, посмотрите сюда. Вот здесь угас рост скелетной ветви. Вернее, она полускелетная ветвь. У нее рост угас. Я могу здесь что делать? Делать перевод. Так, здесь ветвь идет нормально. А эта остается внутри. Она уже в дальнейшем не имеет места. Мы эту ветвь удаляем. Тут урожай, масса. Но это уже нас не мало волнует. Так, вот эта ветвь находится внутри крона. Ей не место здесь. Так. Так, смотрим здесь. Вот видите, здесь у нас проводник рост затух, он имел урожай. А эта ветвь идет нормально. Мы делаем перевод. Это ветвь. Под будущим проводником. Она в конкуренции. А что, а что, потом трактор не будет задевать ее? Когда-то где-то трактор будет задевать. Но трактор, ну, просто уже приходит время трактору уклоняться. Уходить подальше. Потому что таким образом... Так, вот здесь тоже ветвь была поломана. Удаляем. И идем по кругу. Так, мы здесь, что мы видим? Проводник. Эта ветвь, она хорошо расположена. Но она мощная. Она посадит проводник. Тут есть, в этом году проводник пойдет вверх. А из этих уже мы потом выберем хорошую ветвь. Мы ее удаляем. Вот здесь. Так, эта ветвь, в принципе, может идти на второй ярус. Но, видите, у нее... Значит, она... То, что внутри... Да, ничего. Тут разговор идет вот в этом году примерно. Идет, финиш уже завершается. Это можем оставить. Тут будет урожай. Горизонтальная. Не имеет значения. Она горизонтальная, она хорошо одевается. Вот здесь, видите, вот. Тоже перевод. Так. Вот, видите, вот здесь. Так, вот здесь, что мы можем сделать. Вот интересный момент. Ну, я, наверное... Вот тут мы тоже, видите, идем на расширение сразу. Да. Так. Вот угол нормальный, чтобы показалось? Нормальный. Вот, видите, здесь. Мы сразу идем на расширение здесь. Дальше. Эти побеги примерно равносильные. Если я оставлю их все три, они будут этого лидера... Я его удаляю. Это тоже удаляю. В середине все оголяют. Мы открываем... И мы выводим побеги на... Наружу. Значит, здесь, ну, для того, чтобы у вас не было головной боли, она плохо смотрится. Мы ее можем удалить. Потому что не суть там какой-то... Два или три ореха. Значит... И вот из... Примерно здесь... А вот это же у нас получается на вот этом участке шесть ветвей. Значит, мы сейчас можем... Не, один момент. Один момент. Один момент. Мы сейчас смотрим... Запомните, что у вас... То, что на бумаге... Помните? Нет, вы давали рекомендацию. Вот сейчас мы будем смотреть. Мы оставили... Если я, например, бы шел с краю и резал все подряд, я потом назад ветку не поставил бы. Честная пионерская. Сейчас мы можем посмотреть, что отсюда убрать. И что... Уже когда вот эта ситуация созрела, мы можем прикинуть, что... Можно убрать, что можно оставить. Вот эту ветвь. Вот эту ветвь. Или эту надо убрать. Или эту. Ну, вот эта немножко она покрученная. Мы ее... Может быть, здесь тоже она не... Сейчас... Главная работа. Потому что сейчас уже останется. Так. Не будет. Куда она денется? Так. Так. Сейчас мы посмотрим. Не спеша. Значит. Вы не должны спешить. Вы должны смотреть. Так. Здесь можно убрать эту ветвь тоже. Потому что здесь, в принципе, достаточно ветвей. И она где-то в центре. Кабель отсоединился, да? Бывает и такое. Срез неправильный. Это срез очень плохой. Вот видите, это кольцо, о котором я вам говорил. Проходите вокруг, все посмотрите. Вот это кольцо на дереве. Вот кольцо, видите? Вот кольцо. Вот кольцо. Вот кольцо. Видите? Режется так, режется так, режется так. Не режется пеньком, не режется, чтобы кольцо травмировать. Вот я сейчас начинаю резать. Придержите. Ну, там, значит, уже в зависимости от самого среза. Тихонечко вниз, не спеша, тихонечко вниз. Вот так. Вот этот нормальный срез, который до осени, он закроется. Ну, можно еще на что-то посмотреть. Здесь немного оставили. Нет, немного. Это тоже можно убрать. Это не проблема. Это, эти ветви. Этот пенечек, не скажу. Это уже останется на плодоношении. Понимаете, она уже здесь. Она будет года три плодоносить, четыре пока не будет. А потом она уйдет. На этом дереве пока делать больше ничего не надо. А уже на будущее это все. Придете, может, дерево будет развиваться немножко не так, как вы хотели. Вы будете делать корректировки. Так, если дерево, как на картинке, ярусов сколько? Три? Четыре. Сколько хочешь? Три, четыре. Сколько дерева? Сколько дерева будет? Россий, сколько будете? Вот, пожалуйста, там то дерево. Шестилетнее дерево. Есть ли у вас здесь? А? Здесь нет. Шестилетнее дерево. Там продолжение второго яруса. Так, чтобы вот первый ярус четыре ветки, второй ярус четыре ветки, третий ярус четыре ветки. Мы просто... А можно уже просто прореживать их и все? Ну, вот в данном случае, если вы их разместили нормально, значит, они будут развиваться дальше. А? Вот там третий ярус. Мы не формируем еще ярус? Сейчас нет. Они будут расти, а мы потом из них выберем. Которые там будут развиваться? Да, по ходу. И те, что нам нужно есть. Если, например, вот там, и когда будет побеги, мы первый оставим побег в эту сторону, чтобы потянуть немножко... Потому что центр ушел в ту сторону. Вот там вырастут побеги. Так. Мы сняли. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...